Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале и сегодня у нас техника. Да, игровая техника я бы хотел конкретизировать. Я уже делал обзор про VR очки, также я снимал видео про новый iPhone, про 14 и 14 Pro. Сегодня наступило время снять про Steam Deck. Это вот такое классное игровое устройство, со всеми классными кнопочками, джойстиками. Это устройство от компании Valve. Габен на самом деле постарался, классное устройство создал. Я его уже, как можете видеть, кастомизировал, реки морти. Вот такие штучки классные сделал. Я не знаю, там фокус, фокус, да, поймал. Вот это все, конечно, уже все стерлось. Устройство на самом деле классное. Оно удобно сидит в руке, имеет многофункциональное даже устройство. Вы можете здесь играть, читать. Здесь, короче, ребята, полноценный ПК. Кто первый раз слышит об этой штуке, но здесь это даже не портативная какая-то консоль. Здесь полноценная ПК на Linux с собственной операционной системой от компании Steam. Вот здесь Steam 3.0. Что-то такое оно вот у них тоже. Ну, это мы еще вовнутрь сейчас после введения, я думаю, залезем. Я вам покажу, как там все устроено, какие игры есть. И да, ребятки, да, пиратки сюда можно скачивать. Если у вас был такой вопрос. Пиратки скачиваются, устанавливаются легко. В интернете полно видео про туториалов, как это делается. Но не суть. Я думаю, кому нужно, тот нам информацию найдет. Я особо на этом зацикливаться и даже записывать, наверное, ничего не буду. Так, что хотел сказать. Здесь очень много на самом деле кнопочек. Посмотрите, вот здесь раз, два, три, четыре сзади. Наши обычные передние. Еще есть вот такие штучки. Это подмышку. Одно идет вот это под колесико настроено вверх-вниз. А вот эта штучка подмышка. На нее даже можно кликать, нажимать. Ну, как бы сделано все очень классно и очень удобно. Друзья, минуточку внимания. Если вам нужен классный фотограф, можете написать мне, я вас классно пофоткаю. Сделаю вам классные фотки, классно их обработаю. Ну, вот мы круто проведем время. Так что можете писать мне, ну, вот, либо в Телеграм, либо в Инстаграм. Ссылки я все оставлю в описании. И еще одно, подожди, не переключайся. Если тебе нужна, и ты собираешься куда-то вылетать за границу, тебе нужна какая-нибудь карта, которая работала бы везде. Я сделал классное видео, оставил там все реферальные ссылки, которые только можно. Ну, вот, и сделал там инструкцию о том, чтобы ты мог оформить себе карточку и оплачивать все, все, что угодно. Ну, вот, ссылку на это видео я также оставлю в описании под этим видео. Ну, а мы продолжаем смотреть, друзья, про вот эту штуку. Единственное, что эта штука 2021 года выпуска. Вот, игры на нем идут, ну, я бы сказал, хорошо для портативной такой консоли. Это, она работает вообще на все свои деньги, вот, которые заявлены от производителя. У нее заявлено 400 баксов. Ладно, 500 баксов в Европе. Ну, вот, она примерно должна стоить, я ее урвал за 37 тысяч в Дубае. Вот, здесь у нас в России она бешеных почему-то денег стоит. Я ссылку, думаю, на сайт оставлю, где я ее покупал. Ну, вот, ребята там, кстати, делают доставки. Это никакая не реферальная ссылка, ничего я с этого не имею. Мне просто можно сказать спасибо. Ну, там ценник был хороший. Ну, сейчас в Дирхам подскочил, так что будьте внимательны, друзья. Вот, что я хотел рассказать про эту штуку. Смотрите, давайте, во-первых, про габариты. MacBook, последний MacBook Pro. Вот его передняя крышка. И вот они, габариты. Он прям вообще ровно вот ложится. Она занимает ровно половину передней крышки от MacBook. Но при этом, ну, он классный. Но он не тяжелый, приятно лежит на самом деле. Смотрел обзоры, там многие хейтили за пластик. Ну, пластик, ну, ну, что вы хотели еще? Ну, если здесь был бы классный пластик, ну, вот, ультракомфортный, удобный, она бы не стоила 400 баксов. Ну, вот, я сейчас про 400 баксов почему говорю сразу? Ну, потому что это заявленная цена от производителя. Если у них напрямую покупать все остальное, естественно, там будет дороже. Если она была бы еще комфортнее, еще приятнее, так как это вообще первая версия от компании Steam, вот, то она стоила бы дороже. Я думаю, в следующей версии, ну, точно она будет там подороже, другой процессор и все такое. Вот, здесь, кстати, на этой стороне, забыл сказать, находится громкость. Один вход для наушников. Ну, отсюда выходит горячий воздух. На самом деле, удобно, то, что он не дует вас. Воздух забирается вот отсюда. USB Type-C и кнопка включения-выключения. Вот, а внизу, кстати, для флешки здесь место. Вот, эта версия у меня на 64 гигабайта. Я потому что посчитал, что, если что, можно SSD-шник поменять. Ну, вот, зачем там переплачивать. А вообще, я всунул флешку, вот, флешку, по-моему, от Самсунга. Или нет, Самсунга. Я не помню, короче, а, либо от... Короче, я не помню. Флешку купил на 256 гигов. Понимаю, что мало. Ребята, если будете брать, берите на 512 сразу. Не экономите то, что деньги. Хорошая дорогая флешка на 512, чтобы все летало и все нормально. Так что пару секунд на загрузку игр, либо чего-то еще. Ну, можно подождать, на самом деле. Вот, что я хотел сказать. Разрешение здесь не Full HD. Экран не матовый. Вы можете видеть вот так, если я сделаю. Вон там, видите, окно уже мое видно. Вот. Свет он отражает, ну, так себе. Процессор здесь хороший. С чем я его могу сравнить? Наверное, по графике, по графическому такому дизайну. Ну, вот, чтобы всем было понятно. Это с PlayStation 4. Ну, вот, где-то так. Что еще? Она идет в разных модификациях. Это 64 гигабайта, 256 гигабайт и 512 гигабайт. Естественно, там все зависит по скорости. Там Steam говорит, что 64 гигабайта она будет чуть медленнее все запускать. Про 256, 512 гигабайт намного быстрее. Ну, как-то так. Ну, не знаю, на самом деле. Вот, видел другие версии. Ну, пару секунд, ну, ничего страшного. Там можно подождать. Вот, по моему мнению, отличное устройство. Если кто хочет брать, ну, берите, не раздумывая. Если у вас нету какого... Если у вас есть Mac, тем более, это отличное дополнение к MacBook. Если у вас есть Mac и вы хотите где-то почилить, не хотите покупать игровой дорогой ПК, вот, то Steam Deck, это вообще отличная штука вообще вам вышла. Вот. Устанавливается, все просто делается, все просто. Единственное, что было непонятно, это работа с Linux, потому что я такой, что, куда кликать. И почему-то, кстати, нашел там проблему, почему-то я не могу там вообще удалить все из корзины. Если там файл большой, я не могу через корзину удалить. Приходится в командную строку, найти команду в интернете, удалить через нее. Ну, конечно, ну, есть заморочки, но я не знаю, может, что-то делают там не так. Маленький объем файлов удаляются быстро. Вот. Что еще хочу сказать. Вместе он идет вот в таком классном чехле. Вот. Здесь такая, Steam логотип. Ну, вот такой классный чехол, на самом деле, идет в комплекте. Вот. Здесь можно его брать в дорогу. Сюда вообще отсек под зарядку, то, что сюда подходит. Заряжается это устройство у нас где-то примерно за 3-4 часа. По игровому времени на играх 3A+, его хватает, ну, такие как Cyberpunk, его будет хватать на полтора, ну, на полтора часа. Если еще графон чуть-чуть убавить, ну, там в настройках поковыряться прям чуть-чуть, то его будет хватать, ну, часа на 2, я думаю. Ну, вот Resident Evil Remastered, ну, который вышел четвертый, ну, его хватает вот ровно на 2 часа. Вот на 2 часа есть то, что можно поиграть, ну, вот. А хочешь больше, докупай, как там, хорошую переносную, там, не знаю, там, этот переносной парабанк, ну, от которой с функцией быстрой зарядки, чтобы его заряжать, ну, и играть как бы дальше. Эту штуку Steam Deck, ее никак нельзя сравнивать с вышедшим, как он называется, Asus Rock Ally, вот. С Аликом ее никак нельзя то, что связывать, потому что Алик вообще работает 30 минут, там классный, там, процессор, все круто, да, да, все наворочено, больше FPS в играх, но, как бы, не особо впечатляет, если ты не можешь посидеть, ну, вот, подольше, чем, наверное, 2 часа, потому что эта штука в дорогу, ну, как бы, ну, очень классная. Насчет совместимости игр, на самом деле, практически все игры в Steam совместимы здесь. Здесь можно поиграть как в современные игры, так и в старые игры, и самый сок, что здесь есть, что мне очень понравилось, так, здесь можно сделать свою раскладку под каждую кнопку, ну, вот. Можно вот эти кнопочки забиндить, все забиндить на каждую игру, ну вот то, что можно сделать свою забиндить, ну вот все-все-все кнопки и играть так, как тебе будет намного там приятнее и комфортнее. Даже если это старая-старая игра, то все равно можешь сделать так, чтобы это, например, там клик правой средней кнопки мыши был, это был типа джойстик, это еще что-то. Вот на клавиатуре, там комбинации можно составлять и биндить здесь под кнопки. На самом деле, вот эта штука, на самом деле, классная, и она там устроена просто очень удобно. Штука классная, динамики, кстати, сюда выходит, я вам не сказал, вот они, здесь прям один, второй, ну круто. Так что, давайте сейчас быстренько заглянем вовнутрь, и я вам сейчас покажу, что там вообще есть. Так, вот, мы ее взяли, мы сразу можем видеть, привет, друзья, я здесь, мой второй подбородок тоже, вот. Так, давай настраиваю фокус, вот здесь кнопочка Steam, здесь кнопочка меню, так, давайте мы его включаем, давай фокус, ладно, увидели, где включается. И вот он быстро включается. Классно то, что, когда ты играешь в игры, ты остановился где-то, нажав вот на эту кнопочку, он ее остановил, нажал снова, и он запустил снова эту же игру. Так, что у меня здесь есть? Resident Evil 2, Oxygen, Payday 2, Doom Eternal, можно видеть, насколько он лицензионный. Вот, Sekiro, Hogwarts, кстати, Hogwarts прошел вообще классный тем, даже Quake 1. Давайте я вам сейчас покажу несколько просто игр, а также здесь есть разное меню и все такое. Вот, здесь у нас меню библиотеки, Steam, магазин, друзья, медиа, и, кстати, здесь есть рабочий стол. Если нажать на кнопочку выключить, переход к рабочему столу, то через немного времени, давай, он загружает. Вот, видите, я сейчас мышкой здесь вожу. Так, а чтобы назад вернуться, нажимаем вот сюда. Ну, Photoshop, я думаю, здесь не стоит запускать. Наверное, он будет работать не очень. Его, кстати, эту штуку можно подключить к телевизору и транслировать все на TV, что я вам ранее не говорил. Вот, давайте мы сейчас, что мы посмотрим? Давайте посмотрим старый Quake, прям вообще старый-старый. Начнем со стареньких игр, загрузка контента. Я его вроде не удалял. Как это все смотрится здесь? Я думаю, камера примерно картинку передаст. Вот, так, чтобы не громко было. Сразу я вывел сюда, вывожу FPS, чтобы сразу понимать, ну вот, как это все будет. Так, далее, далее, да, окей. О, сразу видим всеми знакомый Quake. Блин, это игра моего детства на самом деле. Нажали, подключили, отмена. Еще музыка эта Quake-овская. Так, здесь есть сразу у нас Quake обычные все части. Давайте просто, просто загружу что-нибудь, я не знаю. Вот. Так, как бы, FPS-60, да, бегает, бегает, чувак, прыгает, прыгает. Вот, как бы, ну, что сказать. Я не знаю даже, откуда кто здесь пришел. Ну, чувствительность можно еще поднастроить. Вот. А вообще, ну, я из всех перебил. Кстати, удобно, потому что сам настроил там прыгать, бегать и все в таком роде. Бенихоппин. А, ну, ладно. Вот, это, короче, такое Quake, говорю. Красавчик. Вот. И он здесь, кстати, всегда бегает. Вот. Вот, что еще? Давайте игру чуть-чуть посовременнее. Кстати, вот здесь находятся настройки. Вообще все. Во время игры можно ее нажимать. И вот здесь там подсветку экрана менять, звук, авиарежимы и, самое главное, батарейку. Вот эта штука, это выводит у вас ваши FPS. Видите, сделал, поменялось. Я на единичку. Далее. Частота кадров. Предельная частота у меня 60-60. Частота обновления. Ну, здесь можете поковыряться, там тоже потом все это посмотреть. Это я вообще показываю видео для тех, кто не знает, что это такое. Вот. Яркость, кстати, можно всегда прибавить. Давайте сейчас сделаем. Экран сенсорный, кстати. Давай. Так. Чтобы выйти, нажали на Steam. Вот здесь вышли. Окей. Вот. Что еще? Давайте игру какую-нибудь... Не знаю. Давайте какой-нибудь Resident запустим. Сейчас там покажу графику. Там покажу вообще, сколько FPS. Настройки там, по-моему, высокие здесь стоят. Ну, вы сами видите, как вот 64 гигабайта, но вот с этой, с обычной SD-картой это все загружается. Вот сколько. Да, я в камере. Так, давай. Окей, окей. Resident L2. Так, история. Продолжить. Мне была очень интересная графика. Я много видео смотрел про Steam Deck. Какая вообще там графика будет, когда я его вижу не через камеру, на самом деле. Сейчас попробую показать. Ну, графика на самом деле нормальная прям. Вот у меня сейчас здесь стабильно 60 кадров, 59. Вот. Графика, кстати, вообще отличная. Я не знаю, сделал, нет? Ну, вот так, если поближе вам. Я не помню, на какой она бегает. Графика классная, на самом деле. Вот. Если не включать трассировку лучей, то все работает очень-очень комфортно. Вот. Ну, я думаю, это всем знакомые. Вот. Все работает очень комфортно, на самом деле. Ну, мне нравится. Вот. Так же, Гарри Поттер, Хогвартс, Легаси. А, и вот здесь можно нажать, выбрать батарею. И он покажет, сколько часов, ну, вот, будет она работать. Час 22, час 20 на 83%. Чтобы это изменить, мы просто можем сделать так. Частота кадров на 50. Обновили. Дальше 50 кадров оставили. И сейчас она теперь будет вырастать. А, на самом деле, разница вы из-за 10 кадров небольшую, ну, вообще не увидите. Ну, 50-60 кадров, так что вообще нормально. Ну, 50-60 FPS. Ну, вот. Что еще? Давайте подведем, может быть, какие-то итоги. Вот, сейчас сядем. А, магазин Steam, кстати, очень удобно. Зашел сюда. Вот, отсюда можно сразу скачать, есть и бесплатно. Это у меня американский аккаунт, кстати. Вот. С американского аккаунта все-все доступно. И, кстати, магазин Steam сразу говорит, в какие игры то, что можно поиграть, в какие нельзя. Ну, и на самом деле очень удобно. Ну, 90% игр здесь идут. Ну, вот. Это как Sony PlayStation 4 по мощности. Я бы сказал, с такой же график. Вот. Также выключаем. И подводим итоги. Итак, ребята, стоит ли покупать вот такую портативно-игровую систему? Наверное, ей такое название больше подходит. Нежели компьютер, либо еще что-то. Господи, что с волосами? Однозначно стоит. Если вы владельцы MacBook'ов, либо у вас обычный рабочий ноут, либо вы на ноутбуке что-то делаете, не хотите его засорять различными там играми, еще чем-то, если у вас там и памяти немного, то вот эта игровая консоль, короче, то Steam Deck вам будет как в помощь, в дружбу. Можно его взять куда угодно, на пикник, и можно вот так еще классно кастомизировать. Ну вот, с такими классными картинками, ну вот. Так что, я всем советую, ребята, вот эта штука, ну, очень удобная. Здесь смотри кино, играя в игры, здесь есть браузер, что еще нужно? Полноценный ПК с собой на 2 часа, вот, а если в какие-то игры такие, как Quake я вам запускал, то их хватает зарядку аж даже там на 5 часов, я думаю. Ну и как-то так, друзья, так что подписывайтесь на канал, здесь иногда говорю про технику, можете также оставлять какие-нибудь комментарии, я комментарии буду читать. Я не знаю, почему YouTube не дает нормальные просмотры, но кто меня посмотрел, ну, молодцы, я здесь стараюсь говорить правду и от чистого сердца, как что работает, как что нужно сделать, насчет YouTube, бизнеса и различных вот таких флюшек, потому что мы все люди и заслуживаем быть немного счастливыми. Счастливыми. Ну, не немного, а желательно, наверное, счастливыми. Ну, и я думаю, на этом закончу, с вами был я, Алексей, до следующих видео, дорогие мои друзья, всех обнял, приподнял, все, пока.